Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DEFI и многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Manta Network. Итак, Manta Network – это набор простых в использовании и безопасных, с открытым исходным кодом и проверяемого кода, протоколов, основанных на фреймворках Substrate. Он использует ZK SNARK для обеспечения полной сквозной анонимности, высокой пропускной способности и высокой межсетевой совместимости. Он поддерживает Polkadot и его основные криптовалюты и стабильные монеты в парачейне. Он включает в себя децентрализованный протокол платежей за конфиденциальность, децентрализованный протокол обмена токенами конфиденциальности и протокол децентрализованного кредитования конфиденциальности и синтетических активов, которые будут разработаны в будущем. Команда основателей Manta состоит из многих американских ветеранов криптовалюты, профессионалов и ученых, чей опыт включает Гарвард, Массачусетский технологический институт, Алгорант и другие учреждения. По сравнению с традиционными финансами, децентрализованные финансы DeFi более цены, поскольку они не требуют разрешения и не позволяют слежку. Текущие услуги DeFi по-прежнему имеют серьезные проблемы с конфиденциальностью, прозрачностью адресов и отслеживанием информации, масштабируемостью, то есть ограничивается комиссия за транзакции и скорость транзакций. Простой использование и ликвидностью. Все текущие децентрализованные биржи, ограниченные консенсусом базовой публичной цепи, могут пропускать адреса пользователей, участвующих в транзакции. Исследования показывают, что в настоящее время адреса пользователей могут обеспечивать только псевдоанонимность, а не реальную конфиденциальность пользователей. Коммерческие конкуренты или злоумышленники в интернете могут использовать анализ графа транзакций для сопоставления идентификаторов пользователей с адресами. Кроме того, поскольку информация облачения неизменно, цена утечки конфиденциальности пользователей неизмерима. Хотя появление анонимных монет в определенной степени решило вышеупомянутые проблемы. Текущие анонимные монеты, такие как TheCash, подвержены проблемам масштабируемости, что затрудняет использование экосистемы услуг DeFi. Пользователи могут использовать TheCash для цифровых платежей, но не для обмена частными токенами. Кроме того, высокая волонтильность одной анонимной монеты затрудняет для пользователей хранения своих активов. Следовательно, только тогда, когда существующие основные цифровые активы, такие как стабильные монеты и BBT, анонимизируются с помощью протоколов обмена, которые поддерживают надежную межсетевую совместимость и соответствующее соглашение об обслуживании DeFi. Может быть признана основная ценность DeFi. В 2020 год был охвачен манией децентрализованных финансов DeFi. Принучная стоимость превысила 15 миллиардов долларов США. По мере того, как рынок постепенно остывает, вы можете задаться вопросом, помимо того, что для него характерны высокие API, как DeFi должен развиться дальше и какие продукты и функции следует создать, чтобы он отличался от традиционных финансовых институтов и даже заменив некоторые из своих контрагентов. Функционирует таким образом, принося людям, которые недоступны для традиционных финансов, удобство к финансовым услугам. Компания Mountain Networks считает, что на данный момент DeFi имеет небольшую ценность в области без разрешения и защиты от слежки. В то время как текущие услуги DeFi имеют недостатки в отношении конфиденциальности, масштабируемости, удобства использования и ликвидности. В нынешних условиях только когда стабильная монета, полностью поддерживающая анонимность и межсетевые взаимодействия, и соответствующий протокол DeFi, может быть выпущена и развернута огромная ценность DeFi, которая будет выпущена и развернута. И именно в этот момент у DeFi появится шанс обогнать традиционную финансовую индустрию. Вот почему компания создала в принципе Mountain Networks. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!